Многие политобозреватели отметили тот факт, что свое первое обращение к Конгрессу Дональд Трамп начал со слов поддержки еврейских общин США. Американский президент осудил волну антисемитских проявлений в стране. С начала года в различные еврейские общинные центры и школы поступило уже более сотни звонков с угрозами. Целый ряд политиков и обозревателей полагают, что рост антисемитских настроений в США как раз связан с агрессивной риторикой Дональда Трампа. И здесь мнение придерживается мэр одного из крупнейших мегаполисов страны Нью-Йорка. Об этом Билл Деблазио заявил в эксклюзивном интервью RTVI. Конечно, абсолютно точно. Особенно риторикой во время его кампании. Он смягчил свою риторику в последний месяц-два, но если вы посмотрите на эти полтора года, то увидите, кандидат Трамп использовал язык ненависти и разобщения, обращенный ко многим разным общинам. И, к сожалению, полагаю, это подтолкнуло движение белых супрематистов к выходу из тени, подтолкнуло антисемитизм и расизм к выходу из тени. И мы видим, сколько инцидентов по всей стране, когда чувствуют, что их поощряют к расизму, антисемитизму, исламофобии или гомофобии, и думают, что им это сойдет с рук. Здесь, в Нью-Йорке, это с рук не сойдет никому. Но президент Трамп говорит, что он самый большой не-антисемит в мире. Он уже выпустил Джина из бутылки. Некоторые люди, которые близки к движению белых супрематистов, выступают против любой религии, не являющейся христианской. Стив Беннон – это пример лидера правого крыла, который лелеял, поддерживал подобные движения и уж точно предоставил им доступ к своей медиаплатформе. И я думаю, необходимо отстраниться от таких людей, как Стив Беннон, которые помогали и продвигали подобные негативные движения. Нужно постоянно подчеркивать, что он не хочет поддержки от подобных людей, что он их осуждает.